Амурские тигры нападают на собак в населенных пунктах. Причина неестественного поведения хищников – отсутствие кормовой базы диких копытных. По сообщению Управления охотхозяйства края, с начала этого года по обращениям граждан произведен 51 выезд на конфликтные ситуации с дикими животными, из которых 46 достоверно подтверждены. Началась третья подряд по счету сложная зима для амурских тигров. В 2019 году специалисты зафиксировали первую вспышку африканской чумы на территории края. Пик заболеваемости пришелся на 2020-2021 года. Поколовье дикого кабана снизилось в некоторых районах до критических показателей. Это значит, что кормовая база тигров значительно уменьшилась. Сейчас численность вепрей медленно восстанавливается. По прогнозам, она придет в норму приблизительно к 2024-2025 годам. Еще один фактор, привлекающий тигров в деревне – это недостаточная освещенность. Небольшие таежные поселения трудно различимы в ночное время. Играет роль и то, что на окраине находятся заброшенные дома, несанкционированные свалки, где кормятся бродячие псы. Легкая добыча для зверя в поисках пищи. Подробнее поговорим с нашим гостем в студии Юрий Колпак, исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Юрий Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Ну давайте вот с чего начнем. Перепись тигров у нас была, получается, в прошлом году, верно? Какое количество сейчас на территории Хабаровского края? Ну, согласно единовременного учета, по нашим данным, 140-150 особей на территории Хабаровского края. Это много-мало, вот если смотреть многолетнюю какую-то динамику? Вы знаете, ну, относительно Осиновой речки, это много, жители жалуются, тигров много, собак таскают. А если даже взять весь ареал Амурского тигра, это вот 4 субъекта, примерно там 700, скажем, тигров, чуть больше, на земной шар это много или мало? Это мизер? Да. Это мало. Соответственно, вот 140-150 тигров, это очень мало, это мало, но емкость кормовых угодий тигра снижается. Мы пилим лес, мы снижаем, так сказать, емкость угодий, и тут еще, пожалуйста, африканская чума свиней. Популяция кабана снизилась критически, соответственно, вот и ситуация, тигры пошли в поселки. Ну да, не только на популяцию тигров, которая возросла за последние годы, нужно жаловаться, да? А где вообще зафиксированы выходы хищника, ну, кроме Осиновой речки, о которой вы уже упомянули? У нас на сегодняшний день 43 населенных пункта, откуда приходят сообщения о появлении тигров в населенном пункте. Это какие? Может быть, по районам? Это все районы, начиная, все южные районы, Бикин, Вяземский, Лозо, Хабаровский, Нунайский районы, вот отсюда идут. Но это типичная ситуация или все-таки нетипичная? Потому что сейчас очень много информации по поводу тигров мы слышим, в том числе и средств массовой информации, в социальных сетях очень много информации. Вы знаете, то, что тигр таскает собакой, это типично, это нормально, он не пропустит ни одну собаку. А то, что у него сейчас снизилась кормовая база в тайге, ему приходится идти туда, где легче всего найти пропитание, это поселки, это привязанная собака. Она привязанная, ее ловить не надо. Конечно, это нетипично, потому что чаще стали выходить. У нас, получается, за прошлый год 98 ситуаций было конфликтных, а вот мы посчитали декабрь-январь уже 79. Понимаете? То есть разница есть? Разница есть. Но вот такие вот выходы хищника к деревням, к поселкам, они чаще всего фиксируются именно в зимний период? Вы знаете, зимой следы видно. Следы видно. Человек вышел, увидел следы во дворе, он еще тигра не видел, увидел следы, и он уже в конфликте с этим тигром, которого он еще не видел. Он уже позвонил 112, позвонил администрацию, нам. Весной, конечно, будет меньше. Весной проснутся барсуки, еноты, уже будет тигру полегче. Но еще раз подчеркиваю, собак он не пропустит. Если он знает, что там есть добыча в виде привязанной собаки, он придет и ее заберет. Ему будет несложно, да. А вообще какая у тигров кормовая база? Ну, понятно, о собаках мы уже очень часто упомянули за время этого интервью. Вы вот сказали, весной проснутся барсуки. Кем они еще питаются? Тигры питаются всем, что могут поймать. Кошка. Кошка. Но вы же видели, и кошка домашняя, она есть у каждого, да? Это не то животное, которое будет бегать, гонять, догонять и так далее. Он будет брать то, что легче взять. А легче всего для него это вот кабаны, это симбиоз. Они тигрята выживают на кабанах, потому что высококалорийное мясо. Кабаны своей жизнедеятельностью прокладывают большие тропы, по которым легче ходить этим тигрятам. Они выживают. Сейчас этого нет. Ну вот, как результат. А можно ли как-то эту ситуацию вообще контролировать с выходом тигров? И что делается? Вы знаете, вот сколько стран, в которых обитают тигры, медведи, то есть крупные хищные животные, леопарды и так далее. Везде конфликтные ситуации существуют. Везде. И как договориться с диким животным, чтобы он не заходил в населенный пункт? Мы сами с собой, между собой договориться не можем. У нас поселок делится пополам. Одни говорят, уберите тигра, другие говорят, не трогайте тигра, это наш символ и так далее. Ваши коллеги снимают интервью в поселке лесном. Разговаривают с женщинами, те, естественно, говорят, что это большая опасность. Дети, школа, школьный автобус, свет, дрова и так далее. Проходит мужчина, его спрашивают, как вы-то к тигру? Он говорит, к какому тигру? К какому тигру? Он даже не слышал про него. Ему на работу надо бежать. Людям внимания нужно. Людям внимания нужно. Вы правильно сказали. Любая жалоба, адресованная в отношении тигра, в итоге написано, что будьте добры, дайте школьный автобус, свет, асфальтирование, дрова и так далее. Людям нужно внимания. Но также есть и дезинформация, да? Вот мы начали за кадром говорить, в социальных сетях вы говорите. Дезинформация идет валом. Вот жалоба. Большой поселок, 65 подписей. Мы отрабатываем, мы приезжаем. Мало того, что мы выезжаем на все сообщения по тигру, но мы должны еще и поговорить с людьми. Нам же надо понять, где они видели, когда, что. И вот из 65 человек никто не видел. Три человека не стали с нами разговаривать, активные, те, которые организовали эту жалобу. А остальные говорят, мы узнали из WhatsApp, а вот из группы нам сказали, что тигр в поселке. И мы как бы подписали. Ну а все-таки, если вот, допустим, тигр есть, да, в поселке, что нужно делать, первые действия какие? Да вы знаете, ну, тигр в поселке, мы инстинктивно обдительности. То есть, ну, мы же понимаем, да, что если тигр в поселок зашел, надо немножко там поглядывать по сторонам. Люди знают, что делать. Они сразу звонят, 112, кто в администрацию, кто напрямую нам. Мой телефон, по-моему, сейчас у каждого жителя поселка. Он как-то так разлетелся, что круглосуточно звонят. Люди знают, что делать. И поверьте, что работают все, все службы, полиция, охотнадзор, администрация, все работают. Может быть, это, ну, не так видно. Наша работа вообще требует тишины. Вот мы сейчас занимаемся отловом тигров. Это надо делать в тишине. Это с транспарантами эту работу не сделаешь. А вот когда уже в населенном пункте, как тигра все-таки усыпляют, перевозят дальше в лес? Что происходит? Вы знаете, это индивидуально все. Если тигр травмирован, больной, там, какой-то проблемный, его в любом случае изымают, и тогда уже принимают решение Роспередозор. Выпустить, вылечить или поместить в зоопарк, или еще что-то такое. Понимаете? А поймать всех тигров, которые заходят в населенные пункты, там, ну, здравосмысл говорит, это здоровое животное. Надо убрать причину. Собаку надо убрать. Ну, в общем, да, в этом году действительно проблемы обнажились. Это из кормовой базы прежде всего. И не стоит забывать о банальной внимательности. Контактные данные мы только что перечислили. Куда звонить, куда обращаться. Надеемся, вы будете бдительными. У нас в студии Юрий Колпак, исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok